Владимир Рудольфович, Владимир Рудольфович Владимир Рудольфович Владимир Рудольфович Владимир Рудольфович всему миру одинаковые. Мы ждем от России прежде всего погашения на корню и в этот раз, и в срочном порядке вот этого конфликта, вот этой войны. А каким образом погашение? Отправить под пули русских пацанов? Чем раньше это все остановится, тем лучше, тем меньше людей будет погибать. Как вы понимаете, Владимир Рудольфович, мы сейчас с вами разговариваем, а в эти секунды идет обстрел Степана Керта и других городов. В эти секунды идут военные действия. А ты сам вот что сделал для защиты своей Родины? Именно в эти секунды погибают люди. И с той, и с другой стороны. И я жду от России того же, что и ждут все армяне. Вот лично ты, Гарик Маратирасян, чем конкретно ты помог? Остановить в первую очередь эту войну и показать, что Армения и народ Арцаха не одни в этом регионе. Продай рейдж-ровер, отправь деньги пацанам на фронт. Потому что глубинные, а может быть уже и явные мечты властей Турции в том, чтобы отрезать Арцах и Армению от ее естественных друзей. И здесь... Сергей Юрьевич, вот вы говорите, а я слышу, что у вас прям физическая боль. То есть я вижу, как вам совсем прям до сердца доходит. То есть у меня ощущение, что все эти 9 дней вы не спите. Мы не спим ночами. Да, мы не спим ночами. Ночами не спим, говорит Маратирасян. 12 июля. Первое столкновение Армении и Азербайджана. Маратирасян гуляет по Москве, хвастается бейсболкой с экраном. 16 июля. Очередная атака на Тавушку область. Вот еще один патриот переживает. Смотрите. 5 октября. В день обстрела Степана Керта гаустян тестирует ряд девайсов для гейминга, которые подобрали именно ему. Переживают пацаны. Ночами не спят. И сегодняшняя ситуация в мире, она вся идет к тому, что дестабилизируются ситуации и области, которые сопредельны с Российской Федерацией. Путин все стабилизирует, а остальные страны ему мешают. И то, что в Белоруссии происходит, то, что в Армении, и как-то странно вдруг начало это все вспыхивать в Киргизии, в еще одной стране, которая представляет организацию ОДКБ. То есть это попытка еще одна, уже такая явная, дестабилизировать ситуацию и в самой России. Стабилизации нам не хватает. Должен решить доверчивый зритель. Я еще раз говорю, я не эксперт, но это просто видно уже невооруженным взглядом. Невооруженным взглядом видно, что Гарик не эксперт. 99,9% населения Республики Армения, я говорю это как человек, который знаю этих людей, знаю их настроение и знаю их менталитет. Несмотря ни на что, несмотря на то, что это какие-то вбросы информации, какие-то фейковые новости, армяне всегда всей душой за Россию. Когда нам что-то надо, мы всей душой за Россию. Митинги прекращаются, флаги никто не сжигает, телеканалы работают. И позор тому армянину, который забыл об этом. Тот, кто забыл помощь великого русского народа и все, что для нас сделали русские и Россия, это неприемлемо. А то, что Симоньян и Кесаян приехали мозги промывать российскому народу. Вот это ты не хочешь прокомментировать? Такие люди, видимо, есть. Их, к большому моему счастью, ничтожно маленькое количество. Подавляющее большинство армян считают Россию братской страной. В любом случае. Мартирасян, ну я тебе прямо скажу. Актеры с тебя хреновы. И сразу видно, что стараешься ты для того, чтобы потом в ресторане перед своими друзьями хвастаться, какой ты патриот. Ты если заикнулся о патриотизме, то забирай Кесаяна, Симоньян и езжайте туда на фронт. А если воевать ты не умеешь или боишься, то езжай в Хабаровск, помогай освещать события, помогай освобождать Россию. И тогда все будет мирно и тихо. И в Карабахе, и в Сирии, и на Донбассе. А вот еще один патриот решил отправить туда же русских ребят. Владимир Владимирович, я хочу обратиться к вам, как гражданин России, не другого паспорта. Мы были с вами один раз на закладке камня бизнес-школы Сколково. Я всегда пытался быть хорошим гражданином России. И делать все, чтобы Россия процветала бы. Бабки Ралдугину и остальным помогает выводить в офшоры. Говорит, чтобы вся Россия процветала. Я знаю, что вы как лидер можете делать многое. Именно сегодня ваше участие, ваше отношение ко всему этому определяет очень многое. Я не знаю, какую информацию вы получаете. Кто что вам советует. Я хочу сказать, как человек, который представляет практически 3 миллиона армян, проживающих в России. Тех армян, о которых вы такой гордостью говорили не раз на встречах с армянской общиной. И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана. Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, а Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян. Не для армян, не для Армении, а для всего российского народа. Поэтому, Владимир Владимирович, я просто прошу вас, как человек, который является гражданином страны, где вы являетесь лидером, вмешайтесь в этот процесс. Я хочу обратиться к военно-политической элите России. Я не знаю, как вы относитесь к неначней власти Армении. Я не знаю, как вы смотрите на то, что происходит в Армении, в Азербайджане, в Нагорном Карабахе. Но я знаю одно. Если вы не сделаете то, что вы обязаны сделать, как люди, принявшие присягу, если вы не делаете люди, как им обладающие просто морально-этическими ценностями, много-много десятков лет вам будет стыдно жить в этой мере. Армянин и я, а стыдно будет вам. Я убежден, что среди вас есть огромное количество людей-патриотов, которые хотят, чтобы Россия была сильной и мощной страной. Но Россия мощная страна, может быть, только если она имеет мощных и сильных союзников. Не уничтожайте своих последних союзников, делая так, чтобы никто не верил бы, что с Россией можно быть реально сильным и успешным, а не слабым и униженным. Дорогая российская интеллигенция, я обращаюсь к вам, потому что вы тоже часть того, что происходит в этой сегодняшней ситуации. И это сегодня стоит перед Россией выбор не просто поддержки христианского народа, а поддержки того, что люди имеют право жить на своей земле. А что ж ты, друг, сам на своей земле не живешь? Люди имеют право чувствовать, что они могут мирно жить и существовать с соседями. Я хочу еще раз сказать всем нам, мы не можем игнорировать то, что происходит. В Нагорном Гарабахе, в Арцахе. Мы не можем игнорировать то, что происходит в наших сердцах. Равнодушие – это самое страшное, что может быть. Нет, друг, лицемерие и трусость – вот вещи пострашнее. Страшнее равнодушия ничего нет. Как сказал великий человек Элли Визел, лауреат Нобелевской премии мира, человек, переживший Холокост, обратная сторона красоты – не уродство, а безразличие. Обратная сторона любви – не ненависть, а безразличие. И обратная сторона жизни – не смерть, а безразличие. Рубик пытается объяснить, как стыдно всем нам будет, если русские пацаны не поедут в Карабах. Дорогие россияне, поймите, это не вопрос какого-то маленького местечкового конфликта где-то за пределами России. Это вопрос отношения к базовым человеческим ценностям. Как думаете, друзья, въедут они в Карабах на чужом горбу?